О самых актуальных событиях в жизни региона прямо сейчас в студии Алексея Шевченко. Здравствуйте. Коротко о главном. В Амурской области продолжают устранять последствия дождевого паводка. В трех муниципалитетах Приамурия продолжает действовать режим ЧАЭС. Благовещенцам, чьи дома пострадали из-за дождя, предлагают переехать в пункт временного размещения. Какая еще поддержка положена подтопленцам, расскажем далее. Диагноз – это не приговор. Почему люди сторонятся ребенка с редким для нашего региона диагнозом? Испытания на выносливость. Область готовится принять международные военные игры. Суворовский натиск. Из-за сильных дождей в Приамуре потоплены 36 населенных пунктов в пяти районах области. На сегодняшний день режим ЧАЭС введен в Благовещенске, Белогорске и Серышевском районе. О последствиях дождевого паводка и о том, как справляется территория, материал нашего корреспондента. Звонки от тех, кто пострадал из-за сильных ливней, поступают из разных уголков Амурской области. Сообщают о подтопленных дорогах, дворах, домах, присылают видео. Вот это, к примеру, пришло из Ивановского района. Жительница станции «Среднебелая» Валентина Пестова рассказала, трехметровая яма возле ее дома появилась сразу после дождя. По словам женщины, провал произошел из-за грунтовых вод. Сначала упала в яму бочка со столом, образовалась яма метра три глубиной, но ширина была где-то в метр. И в течение часа образовалась еще больше яма и глубиной, а шириной стало три метра. И обваливается, под домом грунт этот обваливается. С просьбой о помощи Валентина обратилась в сельсовет. Боялась, что яма станет еще больше и, в конце концов, ее дом просто рухнет. В настоящее время помощь женщине оказали. На участок привезли землю, чтобы засыпать яму, рассказал голова села. У нас на сегодняшний день, так как солнышко работает, на сегодняшний день ветерок, вода стала грунтовая, ну, испаряться. Пока, на вчерашний день, у меня поступило одно заявление, которое мы зарегистрировали, тут по приозерному женщина, у нее там, получается, вода. Потом было одно обращение по телефону, то же самое, мы сейчас, значит, по нему работаем. Там тоже грунтовые воды скапливаются. Поедем смотреть, сейчас поручу, что там, как можно сделать. Может быть, этот экскаватор сейчас поставим, сделаем, чтобы вода стекала, там, уходила, если она там скопилась. А так, на обстановку удовлетворительная, урожай у людей будет. Тем временем, в Ромнинском районе от обильных осадков пострадали 14 населенных пунктов, размыто 40 участков дорог, сообщают местные власти. Вода зашла в три жилых дома. Полностью затопленными оказались 115 приусадебных участков в месте. Напомним, 18 августа муниципалитет выехала аэромобильная группировка регионального МЧС. 20 спасателей и 5 езниц техники. На сегодня остаются подтопленные также 115 приусадебных участков с огородной продукцией и 29 участков дорог. Работает межведомственная комиссия. Значит, проведено обследование 86 приусадебных участков. Подготовлено 45 пакетов документов, направленных в Министерство социальной защиты на выплату подтопленным гражданам. Проводится мероприятие по доставке воды, подготовке и доставке продуктов питания. Практически полностью ликвидировали последствия подтопления в Белогорском районе. По состоянию на 20 августа четыре жилых дома, куда зашла вода, полностью просушены. Проезд восстановлен ко всем населенным пунктам. Недоступна лишь одна транспортная артерия между Белогорском и селом Новое. Как сообщают местные власти, отсыпку участка дороги будут производить после того, как вода уйдет. При этом сообщение с селом есть. Добраться до Белогорска селя не могут в объезд по другой трассе. Как сообщают региональным управлением МЧС, по данным на 20 августа вода остается в 36 населенных пунктах Амурской области, в городах Благовещенск и Белогорск, а также в Ромнинском, Октябрьском, Ивановском, Серышевском, Благовещенском районах. В целом, потопленными в регионе остаются 25 жилых домов и почти 800 приусадебных участков. Кроме Благовещенского, режим ЧС введен в Белогорске и Серышевском районе. Для ликвидации последствий циклонов при Амурье задействовано 200 спасателей и 80 единиц техники. Анастасия Слесарева, Амурское областное телевидение. Пункт временного размещения в Благовещенске принял первого постояльца. Им стал 70-летний житель областной столицы. Его дом сильно пострадал после ливня, обрушившегося на город 17 августа. С первым и пока единственным жителем ПВР встретился наш корреспондент. Нормально, все, спасибо. Обеспечено все. Только скучно. Виктор Вивдыч пока единственный постоялец Благовещенского пункта временного размещения. Рассказывает, после ливня, который обрушился на Благовещенск 17 августа, его дом сильно затопило. Спасти от воды успел только вещи и часть бытовой техники, говорит Виктор Семенович. Сетует он, слышал, что за окном намечается сильная непогода. Однако, не придал тому должного внимания. Сначала такой шум. На веранке шум. У меня на кухне-то открыто окошко во двор. А вот он вообще, ну, как дал-дал, как дал-дал. С градом вообще. Думаю, ну все, опять. Так он и... Ну, я завалился и... Черт, ну. А как бы, черт, это у меня спина мокрая. Диван-то вот так вот, на доме. И спина мокрая. Ну, и быстро встал. А вот, ага, я бочком пошел. Пошел в машину, завалился. В машине. Говорю, а что это делать-то? Пункт временного размещения уже третий год базируется в спортивной школе номер 3. А потому, говорит ее директор, здесь есть все необходимое для постояльцев ПВР. Водичка питьевая, стаканчики одноразовые, чайничек, микроволновка, холодильник, холодильники, продукты. По словам Владимира Сергеева, обычно здесь живут ребята, приезжающие на соревнования со всей области. Но по решению чрезвычайной комиссии при необходимости в этом общежитии разворачивают ПВР. В этот раз он рассчитан на 28 человек. Здесь 9 жилых комнат, в каждой по 4 койко-места. Однако, две отдали под кабинеты психолога и врача. Дело в том, что перед тем, как заселиться сюда, людям необходимо пройти медицинское обследование. Три раза в день комбинат школьного питания доставляет постояльцам горячее питание. Также Владимир Сергеев рассказал, что здесь все еще ждут тех, чьи дома оказались в зоне подтопления. Ведь ПВР закроют лишь в том случае, если городские власти снимут режим ЧС. Между тем, в Благовещенском управлении социальной защиты населения рассказали, что жители, которые лишились единственного жилья в результате затопления, получат денежные компенсации. В случае утраты помещения выплата составит 30 тысяч рублей. При потере имущества компенсация составит 10 тысяч рублей. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Затопленные после дождей районы Благовещенска осмотрел губернатор области Василий Орлов. Напомним, за сутки, 18 августа, в областной столице выпало более 80 миллиметров осадков. Последствия стихии коммунальщики продолжают устранять до сих пор. Вот здесь стояло ПНС и дальше стояли 10 моторпомп. Отсюда перекачивали мы в Ротанья, из Ротанья в монументальное. По-другому больше воды здесь нет. Первой точкой, где побывал губернатор, стало село Верхнеблаговещенска. Здесь из берегов вышло озеро Ротанья. В результате подтоплены дороги и придомовые территории. Сейчас рассматривается вопрос отвода воды, как вариант установка насосной станции или прокладка системы водоотведения. Перекачивать уже при малейшем дожде. И плюс попробуем посмотреть все-таки возможность взрыва вот этого прохода, для обмора, не спустить воду. Здесь по насосам тоже. Здесь пока геодезия не позволяет сделать. Насосы поизучайте, повнимайте. Да, сейчас по насосной станции посмотрим все. Еще один стратегический участок, который затопило, это район Асташинских озер. Здесь вода вышла на проезжую часть и железнодорожные пути, ведущие к станции. Помимо подтопленных дорог, вода зашла на территорию 16 трансформаторных подстанций, порядка 16 многоквартирных домов и 250 частных усадий Благащинска остались без света. Были затоплены подвалы, где находится водно-распределительное устройство. Мы можем, опустив эту трубу, в межсезонье воду спускать с озера, различать, о чем я и говорил. Вот здесь мы хотим показать, что на сегодняшний день уровень воды под самый верх. Соответственно, вся вода, которая в несколько районов, заперта. Но вода идет, она достаточно хорошо уходит. Она сейчас идет. Да, да, да. И вот мы хотим сейчас здесь провести работы к углублению трубы, у столовки таких называемых запоров, шлюзов. Сейчас прорабатывать будем с метрами воды. Василий Орлов поручил проработать вариант переноса водно-распределительных устройств из подвалов домов, чтобы впредь ситуация не повторилась. А также продумать и систему отвода вод с озер. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. Диагноз как приговор. В редакцию нашего телеканала обратилась мама трехлетней девочки. По словам женщины, ее ребенок страдает редким для преамурия заболеванием. У маленькой Благовещенки сложная форма ихтиоза. Молодая мама рассказала, к журналистам она обратилась не за финансовой помощью, а за моральной. Дети, а иногда и взрослые, сторонятся малышку, думая, что ее заболевание заразно. Подробнее в материале Ольги Сысой. Поймаю, поймаю! Ножки поймаю! Маленькой Полине всего три года. Она активный и очень контактный ребенок. Однако, по словам мамы Алены Трифоновой, сверстники, а также дети старшего возраста, в большинстве случаев общаться с Полиной отказываются. Причина, говорит Алена, заболевание ее дочери у девочки сложная форма ихтиоза. Это болезнь кожных покровов, при которой у человека нарушается процессороговения верхнего слоя кожи, в результате чего на нем появляются твердые чешуйки. В коже накапливается патологически измененный кератин. Ихтиоз особенно заметен, рассказывает молодая мама, на ручках Полины. Когда на них обращают внимание другие дети, они попросту убегают от ребенка или показывают пальцем. Мы были в поликлинике, было жарко как раз таки, мы пришли сдавать анализы, Полина перегрелась, кожу все сильно стянуло очень. И дети кричали, это монстр, страшно убегаем от нее. То есть я показала, намазала при них же ручки Полине, ну на что они сказали, мы ее боимся, она монстр, страшно все убегать от нее. Алена рассказывает, чтобы ее ребенок не чувствовал себя изгоем, она пробовала найти в Преамуре семьи, воспитывающие малышей с таким же диагнозом. Однако, говорит мама Полины, в регионе таких не оказалось, но откликнулись с запада. Алена Трифонова общается с ними через социальные сети, кроме того, девушка рассказала, что стала посещать психолога, потому как с постоянными нападками в адрес своей семьи ей с каждым разом все сложнее справляться. Тем более, она просто не знает, как объяснить маленькой дочери, которая тянется к другим детям, а те от нее отворачиваются, почему они это делают. Мне очень больно за своего ребенка, очень больно, просто больно, что я не могу помочь, не могу ничего исправить, что оно так и есть, ну больно, просто очень больно. И все. И я правда не могу ей помочь, никак. Это не лечится, к сожалению. Если бы лечилась, было бы, наверное, намного лучше, была бы вера, да. Но это не лечится. Только вот на кремах живем и все. По словам Алены Трифонова, ее дочь единственный в области ребенок с тяжелой формой ихтиоза. Так это или нет, нам выяснить не удалось, потому как в Амурском кожно-венерологическом диспансере, где Полина стоит на учете, от комментариев отказались. Между тем, по словам независимого врача-дерматолога, это заболевание генетическое и бояться его не стоит. Безусловно, все генетические заболевания являются абсолютно не заразными. Это абсолютно неправильно, когда люди не понимают этого и начинают заниматься буллингом, да. То есть это очень сейчас распространенный термин – буллинг. И он касается не только этого. Касаемо моей профессии, и такое также встречается с детками, у которых очаговое выпадение волос, то есть бывают полностью лысые детки. И это тоже, к сожалению, тоже приносит проблемы. Также касается ихтиоза. И эта кожа, она, к сожалению, ты с ней ничего не сделаешь. И при этом нужно обязательно знать окружающим, что это совершенно не заразно. Это просто особенность человека. И просто необходимо быть очень толерантным к этой проблеме. Кроме того, медик отметила, что при таком диагнозе, как ихтиоз, семье необходимо поменять место жительства. Желательно перебраться в регион с влажным и нежарким климатом. Как выяснилось, Алена Трифонова уже начала искать города, где маленькая Полина сможет жить в комфортных для нее условиях и, наконец, найти друзей. Ольга Сысоя, Андрей Цветков. Амурское областное телевидение. 22 новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Амурской области 20 августа. Больше всего плюс 16 человек в Благовещенске. Четыре в Константиновском и по одному в Благовещенском и Октябрьском районах. В целом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 140 инфицированных COVID-19. По данным Амурского управления Роспотребнадзора, более 2000 человек выписаны из стационара с выздоровления. Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции по-прежнему равно 48. Число контактных с заболевшими 650 человек. Практически все они находятся на изоляции по месту жительства. В изоляторах 8 амурчан. Испытания на выносливость и профессионализм на полигоне Двоку впервые пройдут международные армейские игры «Суворовский натиск». Сюда, в Амурскую область, приедут команды из семи государств. В этом году из-за пандемии коронавируса многие страны, в числе которых Китай, отказались от участия. До первых стартов остаются считанные дни. Как идет подготовка к масштабному мероприятию, расскажет Юрий Камышный. Соревнования такого уровня в Амурской области пройдут впервые. На полигоне Двоку свое мастерство покажут команды Афганистана, Белоруссии, Конго, Мали, Мьянмы, Экваториальной Гвинеи, Ирана и, конечно, России. Все участники уже прибыли к месту проведения игр и ждут своего часа. Предварительно все гости прошли тестирование на коронавирус. Шестой суворовский натиск пройдет при беспрецедентных условиях безопасности. При прибытии иностранных команд на территорию Российской Федерации в аэропорту прибытия проводится забор анализов. После этого трое суток до выявления результатов резервация команды. Если все результаты отрицательные, команда убывает к месту проведения конкурса. Команда Белоруссии через все эти моменты прошли успешно, прибыли к нам сюда. Все заезды команды будут проходить на российских БМП-2. Участникам предстоит преодолеть 4,5 километра сложнейшей трассы. 10 препятствий, колейный мост, минно-взрывное ограждение, косогор, курган, гребенка, брод. Сложности механикам будет добавлять и само покрытие конкурсной трассы. В отличие от того же Алабина. Наша не искусственная, а естественная. С учетом того, что почва увлажнена, механику-водителю намного сложнее управлять боевой машиной в таких условиях, чем на той трассе, где все утрамбовано и они ездят так по асфальту. Одной из первых в Амурскую область прибыла сборная Белоруссии. В этих играх они участвуют всего третий раз. Однако у белорусов довольно высокие шансы взять одно из призовых мест. Тем более, что у себя на родине ребята прошли тренировки на идентичной нашей трассе с теми же препятствиями. Впрочем, сами гости говорят, сюда они приехали не за победой, а ради участия. Еще раз говорю, целью принять участие, поделиться опытом, где-то взять что-то для себя лучшее. Ну, если что-то можем показать, включительно положительное, армиям, участникам корпуса, у конкурса, соответственно, это будет тоже здорово. Увидеть шестые международные игры «Суворовский натиск» смогут все желающие. Вход на полигон «Двоку» будет свободным. Единственное, о чем просят военные, взять с собой защитные маски. Первые заезды экипажей состоятся уже 25 августа. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Пересмотреть выпуск вы можете на нашем сайте amurobl.tv. Не забывайте посещать нашу страничку в Инстаграм. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин